Дэн Эндрюс, несчастная Профессионально выполнял свою Грязную работу А в конце он учтиво сказал Прополощите рот, пожалуйста Как-то раз путем окрестным Пролетал дракон и там По причинам неизвестным Стал глотать прекрасных дам Был ужасный он обжора И глотая, что есть сил Безо всякого разбора В результате проглотил Синьориту Фиамету Момно Юлию Бадету Абатесу Агриппину Синьорину Фарнарину Момно Лючи Юди Рона Пять сестер из Авиньона И шестьсот семнадцати дам Неизвестных вовсе нам И шестьсот семнадцати дам Неизвестных вовсе нам Но однажды граф Тедеско Забежав дракону в тыл Вынул меч и очень резко С тем драконом поступил Разрубив его на части Граф присел и в тот же миг Из драконей вышли пасти И ему на шею прыг Синьорита Фиамета Момно Юлия Бадета Абатеса Агриппина Синьорина Фарнарина Момно Лючи Юди Рона Пять сестер из Авиньона И шестьсот семнадцати дам Неизвестных вовсе нам И шестьсот семнадцати дам Неизвестных вовсе нам Бедный тот дракон в несчастье Оказавшись неудел Подобрал свои все части Плюнул вниз и улетел Но увы с тех пор до гроба Храбрый граф, собравшись в путь Все искал, искал дракона Чтоб с извинением вернуть Синьорину Фиамету Момно Юлию Бадету Абатесу Агриппину Синьорину Фарнарину Момно Лючи Юди Рона Пять сестер из Авиньона И шестьсот семнадцати дам Неизвестных вовсе нам И шестьсот семнадцати дам Неизвестных вовсе нам Синьорину Фиамету Момно Юлию Бадету Абатесу Агриппину Синьорину Фарнарину Момно Лючи Юди Рона Пять сестер из Авиньона И шестьсот семнадцати дам Неизвестных вовсе нам Песенка про дракона, который глотал прекрасных дам Написал стихотворение Николай Агневцев Замечательный поэт серебряного века Эндрю Эхант Благодарность Шерстяное одеяло Что ему недавно подарили в благотворительном фонде Удобно обнимало его плечи А ботинки, которые он нашел сегодня в мусорном баке Абсолютно, но просто абсолютно не жали Уличные огни так приятно согревали душу После всей этой холодящей темноты А изгиб скамьи в парке Казался таким знакомым его натруженной спине Спасибо тебе, Господи, подумал он Жизнь-то просто восхитительна Хорошо, черт возьми, быть корнеджи Жить в каком-нибудь эдак коттедже И торжественно с видом Сенеки До обеда подписывать чеки А на обед суп куриный с бифштексом После чая, разумеется, с кексом В крайнем случае можно и с тортом И вообще наслаждаться комфортом Чтобы всякие там негритосы Сын, набивали б тебе папиросы Особые джеймсы и куки Ежедневно бы чистили брюки Ежедневно бы чистили брюки Чтобы некая миссис прилежно Разливала бы кофе и нежно Начинала бы глазами лукавить Потому что иначе нельзя ведь Чтобы в буфете всегда было пиво Чтобы его, попивая лениво Позвоните Вандельбирду, а Лемул А взял ли приз ваш Караковый Ромул В пять часов на своем файфаклоке Спорить с кульдом о ближнем востоке И на тресты обрушившись Риана Взять за ладском пьерпортом Моргана Взять за ладском пьерпортом Моргана А затем в настроении веселом Прокатиться по всем мюзик-холлам И в компании с лучшими Дэнди Исключительно пить шерри бренди А если ж денег случайно не хватит Ну Китай что ли в срок не уплатит То вздыхать не придется тревожно Призанять у Рокфеллера можно А хорошо, черт возьми, быть корнеджи Жить в каком-нибудь эдак коттедже И не сдав даже римского права Наслаждаться и влево, и вправо Наслаждаться и влево, и вправо Наслаждаться и влево, и вправо Мечты, мечты Стихотворение написал Николай Агневцев